Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Это мой завтрак. Вот такие вот бутерброды. Давайте сблизи вам их покажу. Мне кажется, выглядит очень-очень аппетитно. Это одно из моих любимых просто блюд. И еще здесь маслины, помидорки черри, просто крошечные. И кофеечек. Я вам в инста-сториз показывала, по дороге из супермаркета я встретила собачку. И половину вот этих кокбасок я покормила собачку. И вы знаете, люди, которые проходили мимо, как-то так странно на меня смотрели. Я считаю, что это нормально. Мы должны помогать братьям нашим меньшим. Такая просто мимимишная собачка была. Ммм, как вкусно. Здесь у меня самый обычный кофе три в одном. Нес кафе, по-моему. Ну, очень вот так, знаете, в тему. Маслина. А я получаю кайф, когда вот так вот кушаю то, что я хочу, то, что я люблю, то, что я обожаю. Было в супермаркете Браво. Столько интересных игрушек там. Столько всяких новогодних Дедов Морозов. Не знаю. Прям зашла туда. И запахло Новым Годом. Потом вышла на улицу. Поняла, что жара. Я не в России. Это в Баку. Я вам там даже поснимала. Наверное, сделаю целый влог. Покажу вот эти новогодние игрушки, которые есть там. Ходила там, по супермаркету. И прям столько у меня идей. Если вы подписаны на мой инстаграм, вы, наверное, уже видели в моих инста-сторис все, что я купила там. Но я купила себе там продуктов, наверное, на 4 видео. Там прям куда не идешь, идея. Купила 10 видов йогурта. То есть разных марок. Я хочу снять как бы обзор. Чем отличается самый дорогой йогурт от дешевого. И наоборот. Вот такой вот у меня бутерброд. Еще, кстати, меня очень часто спрашивают насчет Кейт Яп. Там в интернете ходят слухи, что ее заставляют снимать мукбанки. Типа она в видео кидает какое-то послание. И очень часто подписчики меня спрашивают мое мнение на этот счет. Так как я тоже снимаю мукбанки. Она не показывает, кстати, свое лицо. Если говорить чисто мое мнение, я думаю, что это просто хайп. Люди ведутся, люди обсуждают. Вот, например, я сейчас обсуждаю это в своем видео. И, следовательно, вы после просмотра моего видео пойдете искать ее. Тем самым у нее будет больше просмотров. Это как такой маркетинговый ход, я думаю. Вы просто человек со стороны. И на самом деле YouTube это очень-очень серьезная штука. То есть монетизация. У нее видео монетизируется. Чтобы получить монетизацию, тебе нужно подтвердить свой адрес. Миллион раз подтвердить свою личность. Тебе надо платить налоги. Ой, господи, там столько мороки, что оформлять это все на человека, который находится как будто бы в плену, мне кажется, это полнейший бред. Просто блогеров стало настолько много, что люди уже придумывают какие-то такие варианты. И кто-то, кстати, в это верит. Полнейший бред. Там суть в чем заключается. Типа ее неделю не кормят, потом заставляют есть в огромных количествах, снимают это все на видео, выкладывают в YouTube. И сколько они там заработали? С каждым видео по 100 долларов и что? из-за 100 долларов человек пойдет в тюрьму? Полнейший просто бред. Она просто не показывает свое лицо. Мне кажется, быть может, кто-то в комментариях написал, что увидел какой-то синяк на ней и сказал, что вот тебя держат в плену. Она подумала, хорошая идея, можно эту тему развивать. Пока есть спрос, всегда будет предложение. Если говорить чисто о моем вкусе, мне она вообще не нравится. Мне, например, нравится САС АСМРЭ. Я не люблю, когда прям вот сидят и едят как животное. Прям много, лишь бы побольше. Мне нравится, когда это красиво преподнесено. Вот САС, она именно красиво преподносит. Она может съесть просто один кусочек, не знаю, тортика за все видео. И просто это будет настолько красиво. Это будет настолько, знаете, с такими звуками. Конечно, на вкус и цвет товарищей нет, но я люблю именно вот этот эстетический прием пищи, когда все красиво смотрится, аккуратненько. А не так, что человек прям заставляет себя доедать до конца. Мне просто становится жалко моего любимого блогера. И я думаю, нахер на он это вообще делает. Например, я один раз сняла про крабовые палочки. 120 крабовых палочек. Это реально было очень тяжело. И в конце мне реально было очень плохо. Но я как бы поставила перед собой цель. И хотела ее достичь. Но потом я поняла, что это даже и зрителю неприятно. Когда зритель видит, что я ем не хотя этого, лишь бы доесть до конца. Мне кажется, это вам тоже неприятно. Обожаю сочетание вот этих бутербродов и кофе. Вот опять здесь я вот читаю вопрос. Я вас попросила задать интересный вопрос в моем инстаграме. Обязательно подписывайтесь. И тут опять очень много вопросов именно про Кейт Яп. Ты умеешь разговаривать на лезгинском языке? Да, конечно, я свободно владею лезгинским языком. Вообще, у меня папа всегда считал, что каждый человек должен знать свой родной язык. И у меня брат тоже знает по-лезгински. Азербайджанский он не знает, но лезгинский он свободно владеет. Может говорить, может выразить свою мысль. Но мой косяк, я не умею танцевать лезгинку. Очень хочу научиться. Даже подумала пойти на какие-то курсы лезгинки. Если вы знаете, обязательно пишите в комментариях. Обаку, где есть курсы лезгинки. Это прям моя давняя-давняя мечта. Вот у меня брат, например, тоже хотел научиться. И он сделал так. Он включил YouTube. Там были обучающие ролики. И он такой, знаете, нестеснительный человек. Начал повторять. Мама даже прикололась над ним. Говорит, соседи снизу будут жаловаться. Это что такое? Конь скачет. А ему было как-то все равно. Он поставил просто перед собой цель научиться танцевать. И научился, я вам скажу, очень красиво сейчас танцует лезгинку. Ну, это как бы народный наш танец. Поэтому вообще, когда жила в России, парни, девочки выходили на улицу и начинали танцевать лезгинку. Ой, это наш народный танец и так далее. Ну, чтим наши традиции. То есть все такие, знаете, патриоты. Я переехала сюда. Я думала, что эти патриоты будут и здесь. То есть я встречу таких же людей и здесь. Но здесь, в универе, у нас никто не умел танцевать лезгинку. Просто никто. И вот очень интересный такой момент, что люди, которые живут вдали от своей родины, больше даже чтят традиции, нежели те, которые живут непосредственно в столице. То есть в России были абсолютно другие азербайджанцы. Здесь, в Баку, это абсолютно другие азербайджанцы. Вот я вам серьезно говорю. Это колоссальная просто разница. Особенно клинные бакинцы. Это вообще другие люди. Вот опять. Я начинаю отвечать на вопрос. И у меня прям мысли туда-сюда. Продолжаем, ребят. Как ты относишься к девушкам, которым дарят очень дорогие подарки? Замечательно. Но кому-то дарят. Я как бы рада за них. Но в последнее время вот эти передачи Малахова и так далее я реально раньше верила в то, что вот девочки, которые в инстаграме рассказывают нам, что им подарили, не знаю, машину дорогую за 100 тысяч, например. Просто за красивые глазки. Квартиру. Я вот клянусь, я в это верила. Потом в эти вот передачи Малахова «Рынок шкур» и так далее. Я такая была в шоке. У нас даже в университете, ну, в Баку тоже есть такие девушки. В университете, когда мы учились, нам парни показывали девушек, которые тоже занимаются древней профессией в инстаграме. И я всегда была на защите девушек. Но сейчас в последнее время я понимаю, что мир очень сильно поменялся. К сожалению, в наше время с каждым днем все продается и покупается. И это на самом деле очень печально. Я знаю, все спросят, что это за пятно. Просто когда я оливки вытаскивала из баночки, вот этот сок, который был внутри, он разлился. Вообще, я думаю, что мои зрители это единомышленницы со мной. Иногда даже я захожу в инстаграме на профиль, например, девчонки, которые подписаны на меня. Захожу в ее раздел подписки и я смотрю, она подписана на Пушман, на Джонни. То есть я понимаю, что этот человек как минимум чем-то схожий со мной. Очень часто такое бывает. И это на самом деле очень приятно. У нас с вами одинаковый вкус. Следующий вопрос. Если бы у тебя была бы квартира отдельная, я пересказываю вопрос, который уже прочитала, а у твоего молодого человека не было бы жилья, ты бы согласилась, чтобы вы жили вместе в твоей квартире? На самом деле у нас как-то к этому относятся не очень хорошо на самом деле. Считается, что мужчина должен привезти девушку на свою территорию. Но я считаю, что если Панин перспективный, хороший, умный, может быть у него к 25 годам еще нету квартиры, которая стоит 4-5 миллион рублей, да? Не нужно вот эти вот в мелочи вдаваться. Совсем альфонсо себе я тоже не хочу, конечно, но... Я не вижу ничего плохого, если Панин живет у девушки. Но если он при этом еще и не работает, висит на ее шее, вот такие вещи я не уважаю. Я помню, как-то в комментариях одна девочка написала мне, когда я снимала влог про золото, там девочка сказала мне, что ты огромный молодец, что вот золото тоже это какие-то дивиденды, денежка. В свое время, говорит, я тоже потратила на альфонсо все свои деньги, а потом продала все свое золото. Вот реально очень интересно слушать такие истории. Когда вы рассказываете про свою жизнь, на ваших ошибках я тоже учусь. И последняя помидорка. Здесь осталось совсем чуть-чуть. Все, ребята, я наелась. Было нереально вкусно. Спасибо, что вы были вместе со мной. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Может быть, для вас это милость для меня безумно приятно. Я вас всех очень сильно люблю. С вами была Эка Эмили. Всем пока! Пока!